Несколько вещам. А есть ли у вас технологии по работе с данными? А можете ли вы быстро и дешево создавать приложение и сервисы, которые потом будут масштабироваться на сотни тысяч, миллионы пользователей? И третье, умеете ли вы в своей деятельности использовать машинное обучение? Это касается и готовых моделей данных, где вы берете модель, которые уже созданы, не знаю, у нас есть в машинном обучении синтез и распознавание речи. Вот на основе Яндекс.Облака, на основе того движка, на котором работает Алиса, уже сотни российских компаний делают там всевозможные чат-боты, роботы для колл-центров, для автоматизации какой-то деятельности. Это очень приятно, тем более, что зачастую эти компании, они работают не только уже на российских клиентах, но и за пределами России. Вот, это, наверное, то... Давайте я сделаю паузу. Вот после моего рассказа стало понятно, что такое Яндекс.Облако и чем цифровая платформа отличается от технологической платформы. И как цифровую, что? В общем, все так. В общем, все так. Если бы пощупать, есть бы какой-нибудь. Что? Если бы пощупать, есть бы какой-нибудь. Сейчас расскажу. Дилетантская, как бы, аналогия, да? Я так понимаю, технологическая платформа – это что-то типа приклонной системы? Цифровое приклонное обеспечение, которое можно строить? Да, можно так сказать. Очень упрощенно. Да, цифровая, в моем понимании, это уже готовые сервисы. Это уже готовые сервисы. Но готовый сервис намного проще сделать, когда у тебя есть, условно, 70-80% база. Это как, я не знаю, есть в мире, в Швейцарии, есть компании, которые создают часовые механизмы для механических часов. Компоненты, да? Компоненты. Это очень сложная производство для того, чтобы создать хороший часовой механизм. Есть куча компаний, которые покупают их часовые механизмы, надевают свой корпус, делают свой ремешок, и из этого как бы делают бизнес. То же самое, не знаю, автомобиль. Он тоже построен на большом количестве элементов, но есть какая-то основа. И очень часто, мне кажется, когда автомобильные гиганты сливаются друг с другом, у них есть какая-то платформа, на базе которой уже делаются разные модели. В вашем случае это получается библиотеки компонентов? Абсолютно, да. Это наборы сервисов, которые можно как бы брать и подсоединять к собственному приложению. Ну, например, не самая последняя компания в области онлайн-образования. Компания Skyeng. Кто знает компанию Skyeng? Все знают компанию Skyeng. Мне кажется, Лавриновский, он участвует во всех абсолютно форумах, посвященных образованию. Эта компания, они активно использовали Amazon Web Services. Соответственно, сейчас свою среду разработки, которая включает 70 человек, они перенесли на нас. Для них это экономия, для них это, понятно, удобные инструменты. Плюс смотрят на то, а что еще может быть дать яду, чтобы в будущем перейти полностью на нашу платформу. Мы с ними активно расширяем взаимодействие. Леруа-Мерлен. Я понимаю, что Леруа-Мерлен это не образовательная структура, но я еще и на раз подчеркиваю, что идеологически это абсолютно одно идет. Идеологически сейчас ВУЗ ничем не отличается от коммерческой структуры. Если вы хотите внедрять проектно-продуктовый подход, если вы хотите конкурировать за студента, за инвестиции в ваше учреждение, вам нужно становиться проектно-продуктовой организацией. Леруа-Мерлен, они сказали очень правильную вещь, которую я запомнил, что выберем Яндекс.Облако даже не потому, что вы нам сейчас даете технологии, которые нам нужны, а потому что мы знаем, что вы технологически всегда будете впереди. Вы всегда будете инвестировать в это. Это для вас основная деятельность, это для вас основной конек. Значит, вы будете продолжать туда инвестировать. То есть работа с данными, машинное обучение и разработка ПО, это есть Яндекс. На это построен Яндекс. Значит, мы сюда будем инвестировать все больше и больше. Мы построили машину, которая позволяет нам брать лучшие кадры с рынка. Мы коммерчески достаточно успешны, поэтому многие берут платформу за те технологии, которые они получат через год, через два, через три, потому что иначе им нужно будет каким-то образом конкурировать с нами или пытаться это все создать как бы с нуля. Хотя много компаний, которые мы видим в России, зачастую привыкли к тому, чтобы делать велосипед. Но мне кажется, это зачастую амбиции конкретных людей, которые хотят создать свое небольшое царство и не до конца понимают, что сейчас выиграют экосистемы, сейчас выиграют компании, которые готовы к коллаборации с другими. И построить изолированную среду просто невозможно. Партнерство – это высшая форма конкуренции, это фаза зрелости. Абсолютно. Мы пока в детских болезнях. Сам свое отдел на себя. Это да, это правда. Вот, поэтому, ну, пример как в Леруа, они делают так, что, во-первых, многие наши клиенты, они используют одновременно и Яндекс.Облоко, и другие облачные платформы. Мы нормально смотрим на конкуренцию, мы любим конкуренцию с Google, с Amazon, с Alibaba, с Huawei, потому что это нормальная рыночная конкуренция. Ты должен давать лучшие технологии за нормальную стоимость. Это соотношение цена-качество, и мы против какого-то такого, так сказать, изоляции от России от других провайдеров, американских, китайцев. Ну, в общем-то, все на рынке имеют право на существование, и мы готовы конкурировать на открытом рынке. Вот, наверное, здесь я хотел бы свою часть остановить. Если есть какие-то вопросы ко мне, я готов на них ответить. А вот Алексей уже расскажет о своем кейсе цифровизации на базе своего вуза. Уважаемые коллеги, там в нашей группе, в университете 2035, есть материалы спикера. Спасибо, все. Я тогда уступаю вместо Алексеев. Как это происходит вообще? Вот я решил, да, я хочу сотрудничать с Янисом. Да, у меня есть там какие-то разрозненные информационные системы разнородные, но у меня нет CDO вообще, да? Как мне понять, что мне нужно? Ну, вот Миша расскажет вам более подробно, но очень простой путь. Так как платформа публична. Это значит, что вы заходите на cloud.yandex.ru, у вас там есть первоначальный грант, вы можете начать пробовать, смотреть. Зачастую мы делим компания на те, которые могут делать так называемый селл-сервис, они знают, как пользоваться тем инструментарием, который есть. Это программа, это консоль. Ты открываешь, мне нужны вычислительные машины, мне нужно, не знаю, создать отказоустойчивый кластер баз данных на базе MongoDB, не знаю, Postgres, как бы MySQL. У кого-то в Гузе нет такой экспертизы. Есть желание, есть понимание, есть политическая воля, и нужна, как бы, зачастую, возможно, какая-то помощь. Где-то мы помогаем персонально, где-то мы подбираем сервисные организации, которые работают вместе с ВУЗом и им помогают внедрять и адаптировать технологии, потому что для этого тоже нужно, конечно, иметь ресурс. Но Алексей, вот, расскажешь уже более конкретно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я ни в коем случае не вышел хвалиться тем, что происходит или происходило в финансовом ВУЗе. Тем более предполагаю, что у вас, у нас уже здесь в большей степени ВУЗовское сообщество, происходит все гораздо более динамично, интересно и замечательно, раз мы здесь все встречаемся. Но мне также, как и Олег, хотелось вначале рассказать о своей жизненной истории и после уже перейти к той истории, которая сейчас развивается в финансовой институте. Зовут меня Аносов Алексей. Я всю жизнь работаю в ВУЗах, за исключением трех лет, которые я отработал в компании Microsoft. Несмотря на пересечение по временному периоду с Олегом, мы с ним там сильно не пересекались. Я, по крайней мере, визуализировал только всего. Вот, поэтому... utiliz negó district. Открым проехали. programs.